всех всех приветствую на моем канале сам себе режиссер сегодня шестое уже июля 24 года мы опять на прогулке суббота таша сегодня работает сегодня никуда не поедем если ничего у них там на работе не отменится всякое бывает так что всех всех приветствую на моем канале сам себе режиссер меня зовут ольга новый день новое видео мы опять идем мимо этого пива но грота всегда любит сворачивать и что тень или это что первые ворота но я за ней ночью дождь то ли шел вышла возле дома лужицы на крыльце видали и далекие честные люди никто не допивает потом знаете что там внутри да шутка шутю пошли прогуляемся ранка вроде бы шовчик заживает у городки слава богу хоть поспокойнее мы теперь разлизывает боимся вот такая вот тропинка мокрая я тут такая выщагиваю все цветочки по моему я вчера собрала букетик из трав а он завел за мать тем более в доме жарко но у нас кондиционер подключен на обсушку и как-то легче легче ну вот я сейчас вышла ветерочек конечно вот ветерочек есть но он такой небольшой и прохладненький ну как всегда мы в десять выходим где моя мадонна где-то бегает аж хвост мелькает даже не вижу хвоста ой хорошо прохладненько как здесь ой как проветривает ай я вот так в косточке беленькой второй день одеваю она такая хэбэшечка и она просторная не в облипочку как маечки когда-то покупали для дресс-код а теперь вот пригодилась нам на прогулку висела на на лет шесть что сгодилась стала выбрасывать зачем она хобышечная я старею старому человеку все надо такое не супер модное красивое блестящее переливающиеся а для здоровья вот зашумел 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 стою на перекрестке не знаю откуда она выскочит стою на полустаночке цветастом полушалочке а мимо пролетают города вот она а вельсито так водятся на горизонте сходятся вельши вы весенние года вельши вы мои весенние года помните песенка хорошая пам-па-рам-пам-па-ра-рам-пари-ра-рам-пари-ра-ра-рам да ей весу на уши минуло давно да как же это вышло то что все шелками выше то судьбы моей простое полотно целом судьбы мои простое полотно колесики все крутятся тари 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 тара татам зашумел ля 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 со всего прошлого, со всего прошлого. С кем работала. Все мелькнули у меня во сне. Так, перед глазами. Туды-сюды, туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Знаете, как это. С легким паром. Будет жена вот так перед глазами. Туда-сюда, туда-сюда. Туды-сюда, тут-сюда. Тудой-сюда. Деревенские люди говорят. Тудой, сюдой. Я когда услышала, так смеяюсь. Об этом ничего. В сленге так использую. Ничего, сегодня только книгу дослушала. Опять вчера уснула. Смотрела я только 20 минут, прослушала книгу. А на час 30. Ну, пересказывать не буду. Сколько можно? Ну. Тоже, знаете, ничего веселого. Опять разборки. Внук родился черненький. Они все беленькие. Пока разобрались. И оказалось, дед, который заподозрил, он вовсе и не родной дед. Ну, вот так вот оно бывает. Через поколение проявляется. Агены. Хотела женщина родить, да не получилось. И свекровка рассказала, что ее сын не способен. Когда-то переболел там с чем-то. И сама посоветовала от кого-нибудь невестки понести. Представляете? Представляете? Сама свекровка. Ну, и так получилось, что поехала на курорт. Хотели с мужем, а его на работу что-то отозвали. Она поехала и встретила там, вроде бы, светлые волоса. Похож, вроде бы, как на ее мужа. Все было рассчитано вот именно на это, на зачатие. Вот умеет же женщина как-то. Другая не сообразит и не сможет. Вот. Да и привлечь ведь как-то. Оказалось, он был метис. Потом только ей сказал. Она ему честно призналась, для чего он ей нужен. А он не против. А мужикам-то что? А мужикам-то что? Ну, вот. А так и получилось. И сын родился. Она все переживала, что кавказская будет внешность. Растет метис. А нет, он получился светленький. И так отец и не знал, что у него не родной. Знала только свекровка. И сама мать этого сына. И так он его любил, так он его любил, этого сына. Он его действительно смахивал на него. Светленькие они все были, и он светленький. Женится сын. И у них рождается мальчик с карими глазами. С черным чупом. Смугленький. Ну, как Пушкин. И вот дед ни в какую. Тебя жена обманывала. Это надо сделать. Да это прям против. Уже сколько-то. Два годика или годик прошел. Он день рождения. Пошел сделать тест ДНК. И тебя жена обманывает. Это что такое? Бросай ее. Неверная. А у них уж очень хорошая любовь была. И пришлось мамочке этого сына, мужу, рассказать правду. Ну, свекровки уже не было в живых. Представляете, какой удар? Вот он так обесчестил свою невестку, а сам оказался, как вроде бы, обманутым. Представляете? Вот как это все перенести? И чтобы, ох ты, спугнула бабочку. И чтобы, видите, какая порядочная была свекровь. Могла бы промолчать и дальше. Разошлись и разошлись. Сын-то бросил. Ушел, пришел к ним. Переживает. И два дня поплакала свекровка. Все рассказала. Ну, своим счастьем, как говорится, попустилась. Они тоже хорошо с мужем жили. Прям душа в душу. Думает. И сын говорит, как ты, мам? Ты ведь себя подставила. Она говорит, ради твоего счастья. Пусть будет у меня вот так. Как будет. В общем, дед очень переживал. Он очень переживал. Во-первых, он сильно наезжал на невестку. Прям в открытую на нее сверкал глазами. Но все хана слышала. Услышала. Пошли, Грета, дальше. Пошли гулять. Грета, пошли гулять. Бегает, бегает. Что-то в траве ищет. Вот что она там ищет? Грета? Я только хвост мелькает. Представляете, как в жизни-то бывает. Я к тому, что... Как же люди не понимают, что даже если бы, если бы это было и так, но видят же, что какие счастливые дети у них между собой. Ну, что лезть туда? Что там докапываться? Изменяла тебе же, не изменяла. Они обои любят этого мальчика. Души не чают. Очень порядочный сын оказался. Потом пришел к Анечке и букетом на коленях. Ну, и видите, как... Когда двое умных, то они всегда найдут выход из положения. Она простила, он ей все рассказал. Как случилось у них в семье. Она говорит, ну, ты ж не виновата. Знаете, ну, все равно я вот думаю сама себе. Ну, прощаем, конечно, все. Ну, вот, наверное, те первожданные были отношения после вот каких-то друг другу обидных слов как-то немножко червоточина. Понимаешь все, прощаешь. Так же любишь человека. Но когда ты когда-то услышал какие-то слова нелицеприятные, мне кажется, они все равно отражаются потом под корочкой. все понимаешь, вроде бы. Но когда слышал такие слова, такие неприятные. Вот муха привязалась. Ну, это, наверное, по молодости. Я надеюсь, с годами это сгладится все равно. Тем более, если всю жизнь муж все-таки ни разу больше не оступится. Ни разу не усомнится, ни разу не обидит. Тогда, конечно, тогда это все забудется. А сразу, наверное, пока молодой человек. В общем, все будет зависеть от виновного. Как он себя вести будет. Потому что, если будет очень сильно подтверждать свою любовь, свое отношение, уважение, то забудется. Забудется, забудется. Ну, если еще раз только что-нибудь, то я думаю, это уже все. Трещину даст. Вот так-то, молодежь. Бывает в жизни-то. Вот все хорошо, главное, все хорошо, и вот на тебе. Не знаешь, откуда ждать. И откуда ждать. Чего? Так познакомишься и не знаешь историю этой семьи. встаю на полустаночке, в цветастом полушалочке. Вот так вот. Ой, здесь что-то нет ветерка. Там так отцов дувал. Ну, наверное, сейчас на горку там идем. Кар, кар, кар. На огороде вчера была, ну, часа, наверное, два побыла. Ничего такого не сделала. Ну, все равно посмотрела. О, сирень. Вот можно сказать, что это сирень. Такая маленькая травка. Каждый день стараюсь ходить, чтобы так-то не могу я полдня там пахать. Полоть надо, шевелить что-то. Ну, вроде дождь прошел. Вроде прошел дождь. Вот я смотрю, и мокренько. Правда, небольшой, видимо, слегка смочил. Но все-таки, все-таки можно уже подкормить растения, если понадобится. Чего там долбят? А где Гретка? по траве бегает. Да, там один мужчина написал, что надо и шинтуки покупать в стеклянной таре. Я тоже всегда за стеклянную тару. Если я покупаю сок, особенно томатный я иногда беру, я стараюсь брать в стекле, если визу она есть. И шинтуки у нас только привезли. Только увидела за 4 года и шинтуки здесь в магазине. раньше их не видела. Ну, вот смотрю, вода там. Все-таки еще какая-то боржоми. Я смотрю только пластмассово в бутылках. Как их назвать? Полиэтилен. Что делать? Было бы в стекле и обязательно в стекле бы взяла. Так вот. Молодой человек. Может, не молодой, может, дедушка. О, скоро пижма зацветет. Бубушки набрала пижмочка. Тут вот горох летется, опутывает. Траву вчера немножечко пошуровала. Пока что еще все посажено такое. Теперь клубнику я посадила. Что там? Вот купила 10 корней, по-моему. Ну, что она сейчас принесет? Ничего. Все с годами. Огородик будет что-то еще из себя представлять. Ждать от него что-то придется. Не скоро. пока разрастется. Пока разрастется. рассажу что-то там. Ну, жимлость хорошо. Жимлость прихожу еще ем. Поедаю. Немножечко еще есть. Пока на кусты время нет. Надо кусты, конечно, обтекрыживать. засохшие палки там. Лет пять никто ногами ступала в этот садик. Поэтому жимлость всего два кустика обработала. Повыпилила, повылизала старье. А смородину еще не дошла. Там смородина кустов шесть. Но ее надо всю обстричь старье. О, здесь хоть ветерок. О, хорошо. Просторная. Потрясу, потрясу и кофточка. Это пригодилось. Зачем покупать? Сейчас пойдешь покупать. Я вот смотрела. Ну, ходишь на таши иногда. Ну, ничего ну вообще. Сына молодых шьется каким-то со спущенными плечами. Какая-то, знаете, попуп коротенькая. экстравагантная такая одежда. А если такая возрастная, то, знаете, как на бабок. Что за такое? Ну, я бабка, но нет. И ткань какая-то такая, знаете, липкая или трикотажку оттянучий. Не-не-не-не. У меня лучше старый. Не хочу ничего купить. Я вот блузочку купила в прошлом году у себя там в Биробиджане. В прошлом летом. И жалею. Она вообще не дышит. Ну да, рассветка мне понравилась. Оранжевый и такой абстрактный рисуночек. Я люблю абстрактные рисунки. Не люблю цветы особо. Ну, я в ней как... Она петушит рубашкой. Не нравится. Вот повелась на рисунок. Тысячу отдала и все. И вот валяется она. Не зареклась. Даша говорит, мам, давай вот этот. Давай этот. Нет. Вот она в прошлом году мне купила костюмчик. Я его показывала на видео. Специально наряжалась, показывала. Хорошенький все. Брючки такие леденькие. Ну, и такой сверху как безрукавочкой с капюшоном. Она нравится мне с капюшоном. Но это не для стариков. И блузочка такая беленькая с девочкой на груди принтом. Ну, так, качество неплохое все. Ну, не хб. отдали тоже четыре тысячи. Ну, и че? Вот лежит он. Я раз одела и пришла вся мокрая. А так он смотрит красивенький такой. Не знаешь. Ну, и че? А у меня столько одежды ее можно вот сюда так. Сюда чего мне? Да на дачу к Денису. Ну, в машине в магазин. Все. Не хоченьки нарядов. Честно. Вот у меня что на душе я рассказываю. Не хочу. Даже не в деньгах дело. Не хочу. Вот где она? Домой, что ли, убежала? Это посмотри какая. Обычный следом белая. Это нету. Назад идти, что ли? Нету нигде. Вернулась уже. Хлеб поставила. Черный хочу на сей раз. Сделаю черного. А потом можно печенье или там чего-то постряпать к чаю. Да и все. Если захочешь белого, можно стряпушки какие-то сделать. мы окрошку ели вчера опять. Таше говорю, что в обед опять сделать нам? Борща сварить? Ой, я не хочу борща. Лето же правда что. Борща не хочет. Вот где она? Неужели домой убежала? Стреляли же. Вот они красавцы опять. Красотульки. Знаешь, какие красотульки? Конфитюльки. Вот где она? Ты посмотрите кого. Обычно след в след бегает. Чуть отстанет, уже бежит, выглядывает где. А вот они. Ну, мы минут сорок наверное походим, пока там у меня поднимется. Я на опаре поставила. Все-таки черный хлеб и вымешивать дольше надо, и бордил, чтоб он чуть подольше. Ну, чтоб не сыпался хотя бы. А мне когда некогда, я могу и быстро его сделать, ну и просто сыпется. Поедим все равно. Сегодня решила вот так. Все по правилам. Время есть. Ну, где она, красавица моя? Где? Потеряла меня. Сейчас будет бегать по этим тропиночкам искать, паниковать. А может уже дома сидит. Там выстрелки-то были, не выстрелы, а ребятишки щелкают чем-то. Ой, воду хорошо как. Ой, красотень-то какая. Я вот так вот поводок на руку надеваю, зацепляю, а то я раз потеряла, бегала тут, нашла, слава Богу. Карман положила, пока он наклонялось. Я тогда мусор убирала. В мае это было. И выпал с кармана. Вот такая ротезейка. Года холма. Ой, ветерок холодненький падал. Хорошо как. Не знаю, люди рассказывают, смотри по роликам. 40 градусов, 35, мае, в Сибири. Даже в Сибири, представляете? О, дай бог. я никакие огороды, я тогда буду сидеть колом. Ну, только вечером можно выбраться, пойти полить, если что-то. А так нет. Сиди ровно на попе. И под кондиционером желательно. Ой, кондиционер спасает. В 10-м году такая жарища была. Ой, я никогда, наверное, не забуду. А только переехала в новую квартиру. Ой, жара была. Представляете, я думала, я кони кину. А ведь это 12 лет назад, еще моложе была. Я мокрую просто не оборачивалась. Окно открою, а оттуда прям парное молоко идет. Закрою, дышать нечем. Я разделась вся. просто не завернулась. На пол легла, а пол теплый линолеум. Ой, у меня сердце колотится. Мне кажется, мне вдохнуть. Я не догадалась открыть дверь, чтобы сквозь ничего было, это я не догадалась. Представляете, вот все-таки жизнь проживела, что ума тоже. Я бы открыла немножечко дверь, ну, ее бы зафиксировала чем-нибудь. И оно бы протянуло бы. всю ночь я каталась. И это страх на меня напал. Я не могу отдохнуть, когда это возле печки горячая. Я тук-тук-тук-тук-тук-тук. Мне страх напал, честно, настоящий страх. А что делать, отдохнуть не могу. И я на завтра побежала и установила кондиционер. Ну, не на завтра, но в магазин я на завтра побежала. Где-то через неделю мне установили. И всё. Я уже спокойна. Когда жарко, но больше такого жары не было, как вот в десятом году. Но было всё равно. Дней десять, неделю было. Вот кондиционер спасал. Так челкнешься. Ой, кто придумал? Молодцы. Ой, солнышко пробивается. Как интересно. А вчера красное-красное солнышко было, как пятачок, как луна. Хотела сфотографировать, лень. Лень было. Скорее оделась да домой. Прям красненький пятачок на небе. Такое солнце было. Смотри, где она есть. Ой, 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 ой. Домой не должна быть, я не знаю. Она так просилась гулять вдруг домой. Как она домой пойдёт? Где её искать? Зараза какая. Зараза же. нашлась, вырулила отсюда. Ослабила маленько ей ошейник. Ну, ещё сейчас полчаса погуляли. Ещё немножко и пойдём тесто у нас там. Не знаю, покажу, не покажу я тесто. Я забываю, прихожу, занимаюсь делами, забываю про телефон. вот, если бы заработки были, наверное, не забывала бы, сторжалась скорее-скорей. А так, вольно себя так чувствуешь, ужасно. Ужасно, Ну, какая трава интересная. А колючая такая. И целая поляна. зуки ведёт. Вот здесь она увлекётся и всё. Ну, выскочила ко мне навстречу. А-а-а-а-а! Скорей, 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 скорей. А-а-а! Вы думаете, это цветы такие уж? А-а-а? Букет такой. Да? Сейчас посмотрим. а это лук цветет я думала клеера это лук дикий лук цветет видите как красиво красота вот возле дома любит бегать там видимо зверьки такая бордюра сохранилась госпиталь бывший вот возле стенок видимо прячутся то ли суслики то ли мышки ухана там все время как увлекется не дождешься березки красавицы и сосеночка тут как тут шиповник выглядывает ой здесь шиповника много здесь какие-то колодки о где еще делают себе шашлыки боже мой в этой грязи еще и седушку какую-то себе сделали вот такая высота что я наверно вокруг теперь пойду тут ветер не такой сильный все-таки закрывает деревья нет надо вокруг идти то есть здесь чебурахнуть тут очень склон такой хоть на санках езжай вот высота какая-то мы гуляем ходим тропиночки улог какой колодец хоть бы закрыли глубина большая шамбона и собака может человек может ну кругом жаровни устроили действие печенье пускали не ленятся же за раз вот можно сейчас посидеть бордюрка вот они сидят жарят картошку везде асфальтик бедные березочки прям с асфальта растут бетон сложили то что сейчас гудрон тоже столько лет шумит 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 ну мой шла шла и два фазана спугнула фыррр полетели здесь еще пройду как бы мы не говорили как бы не предупреждали всех что надо быть умнее я про книгу который сказал хотел мне рассказать рассказала не буду рассказать и все рассказала ну хорошо хоть окончание хорошее детям надо все равно на чужих ошибках лучше учиться лучше так чем на своих ну конечно когда женишься или замуж уходишь не будешь все родословно изучать своих своего мужа или своей режима нереально сколько секретов у людей в семьях то то другое то третье то заболевание какие-то в королев Англии скрывает что у них у всех раки рак раки все от рака умирают ну они же и живут до 90 до до 100 лет чушь это уже сам организм говорит хватит жить так делаем так то что там у них ну правда у немецкой королевы не свертываемость крови как гемосилия вот это страшное дело и главное передается только по женской линии а передается по женской а передаст может и мальчику вот как у нас Николая второго и как бы они не были все сильные ничего не делаешь с этим фокус то какой жизни надо же как всю жизнь прожить что нельзя не пальчик порезать нельзя чтоб какая-то болячка была чтоб кровь текла значит конец ну ладно эти-то справлялись они все-таки были все сильные не знаю распутин правда или нет был такой так сейчас никто и не скажет один так другой так говорит и вообще есть ли такие силы жизни помогли помолиться что-то сказать пошептать все успокоилась и болезнь отступила можете есть надо верить когда мы пойдем она развернулась и пошла назад и хочет домой пусть пробегает я подожду цветочки поснимаю красота красота таких нарвала вчера они сегодня все пропали таких и беленьких красиво же смотрите вот тебе травка вот и муравьичек эти 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 бегает гусени случай шли ели асфальт и мох красота 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 всем пока пока будьте все счастливы будьте все здоровы все будет хорошо у нас вот час простояла я заквасочка поднялась сейчас будем засыпать пшеничную муку а тут у меня идет я густо замесила закваску сейчас пшеничную добавим и будем вымешивать подмешала пшеничной муки время прошло уже целый час вот так поднялось как его показать насколько поднялось вот так но я поставила на горячую воду чашку ножка погодя обомну положу форму и опять дам подняться сегодня такой букетики сделал из полевых цветочков ну и три сараночки сиренька еще живая один оветочка ну как то знаете все равно приятно трава а приятно ну и все наверное на этом сегодня сколько можно я уже очень много сняла наговорила сейчас поставлю картошечку сварить может Наташа придет на обед а может не придет всем желаю счастья удачи здоровья самое главное будьте терпимы и будет все хорошо хлебушек уже в духовке стоит у меня умненький Наташа пришла на обед пришла на обед принесла черешни вот такая красивая только с машины сняли красивая вкусная без всякой червоточинки без всякой порчи прям свеженькая поели картошку не захотела чтоб я варила просто ела окрошечки ну вот и все агреты пайку доставила достала на вечер картошки почистила но варить не стала даже не надо ягод без картошки крошечки поем хотела показать еще как я рассадила домашние помидоры сейчас на балкон сходим когда-то отдыхаем на огород я руссуха идем на огород идем 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 но не сейчас консомольске на море плюс 28 облачно с прояснениями дождь начнется через пять часов и не закончится в ближайшие сутки вечером плюс 27 а ночью плюс 22 спасибо алиса пожалуйста всегда рада помочь вот такой маленькой чаблашечки три штучки аж стояла у меня помидорчиков отсадила надо еще два отсадить на этом уже вот видите помидоры есть бегония расцвела поворачивать не буду потому что кустик держится за стеночку падает тяжелый бегония простая на картинке была нарисована махровая она просто я прошу году покупала наташей луковицу магазине вот как-то так так что вот две штучки еще надо рассадить вчера вот одну посадил позавчера ты изогнулась бедненькая жарко здесь на балконе ой жара ну и все на этом хлеб чё показывать я уж тоже показывала всем пока пока будьте счастливы будьте здоровы берегите себя не нервничайте что нельзя вернуть то нельзя переживать бесполезно всем пока пока все и Продолжение следует...